Продолжение следует... Первый доклад делает Сергей Сапожников. Первый доклад делает Сергей Сапожников. То есть определение расстояния в астрономии очень проблематично. Собственно говоря, большинство... Сейчас, секунду. А здесь есть какая-то там указка, грубо говоря, виртуальная? Ну, вашу мышку видно, либо вы там можете как-то... А, мышку видно. Все? Ну, все, вопрос. Делайте покрупнее ее. Очень хорошо. Не-не-не, все. Если мышка достаточно, то да. Значит, наземные миссии по определению расстояния до звезд прямыми методами по факту ограничены очень небольшими радиусами, которые вот здесь даже изобразить нельзя на вот этом изображении галактики. В каком-то более-менее приличном радиусе для счетного числа звезд удалось определить расстояние прямыми методами с помощью миссии Хипаркес, которая, по-моему, пару десятков лет назад летала. И, соответственно, это совсем небольшой радиус в сравнении с радиусом галактики, ну, пристойного определения расстояний до звезд. Гайя – это самая большая однородная астрометрическая миссия современная, и которая может определять расстояние до звезд в очень большом радиусе прямыми методами. Поэтому, и поскольку этот каталог Гайя так велик, естественно, он является таким, ну, как бы, общим знаменателем, которому можно приводить данные по другим звездам, получать данные по расстояниям для уже известных нам из каких-то других соображений двойных звезд. Вот здесь просто немножечко цифр по поводу того, какой объем имеет второй релиз данных Гайя. То есть, вот нас в первую очередь интересует положение на небе вот для 1,7 миллиарда источников. И 1,3 миллиарда – это звезды, точнее, источники, для которых известен параллакс по факту расстояния, определенным прямым методом, и собственное движение, то есть движение звезды по небу с течением времени, отзыв на других. Почему так важно по поводу двойных звезд? Потому что большая часть звезд просто-напросто на небе двойные, или, вернее, большая часть звезд является компонентами двойных систем. Разные бывают типы этих двойных. Нас в данном случае в первую очередь волнуют визуальные двойные, то есть те, для которых мы можем различить звезды, входящие в двойную пару, как отдельные звезды. И орбитальные двойные, то есть двойные, для которых мы не только видим отдельные звезды, входящие в пару, но и видим, как они вращаются друг вокруг друга, ну, как бы в реальном времени, да, может быть, очень медленно, но тем не менее. Гайя — это именно каталог отдельных звезд. Там нет отдельных пометок на них, что они непременно являются двойными. Выводы по поводу их вхождения в двойные системы, как бы на особенности нашей в данном случае, из тех людей, которые ищут двойные звезды в этом каталоге. Чем мы занимаемся? У нас есть Identification List of Binary. Это большой список двойных, самых разных типов, определенных разным образом, разных соображений, спектроскопических, визуальных, орбитальных. Соответственно, сюда добавляются результаты множества исследований. Поэтому здесь двойных очень много. Ну, вот здесь есть статистика, что да, там, типа, 363 тысячи компонентов. Еще один каталог, на который мы хотим сейчас обратить внимание, это ORB6. Это каталог именно орбитальных двойных, то есть двойных, для которых наблюдаются орбитальные движения. И из этих орбитальных движений известны, грубо говоря, построенные зависимости, позволяющие понимать, грубо говоря, мы не просто наблюдаем то, как звезды движутся друг к другу, мы еще и можем понимать, ну, мы знаем уравнение движения. Наша задача была, в первую очередь, это взять двойные из Identification List of Binary и просто сопоставить их с источниками в Gaia DR2 и самостоятельно найти двойные непосредственно в данных Gaia и взять также аналогичные результаты от других исследователей и добавить этот результат в Identification List of Binary, соответственно, ну, проверив, насколько они там совпадают, не совпадают. Как мы сопоставляем с Gaia DR2? В Gaia нету, как бы, внутренней готовой привязки тех звезд, которые она наблюдает, тех источников, которые она наблюдает, к звездам, которые, грубо говоря, известны человечеству. То есть нужно самостоятельно делать вывод по поводу того, является ли вот эта звезда, вот этот источник в Gaia, вот той звездой, о которой мы уже знаем. Что мы делали в данном случае? Мы брали звезды из каталога ILB или ORB6, мы искали в некотором радиусе на небесной сфере сопоставляемый источник в Gaia. Поскольку речь идет о двойных звездах, может быть так, что один, либо, это хороший вариант, да, обе звезды, входящие в двойную систему, найдут себе сопоставимый пауз в Gaia. Может возникнуть такая ситуация, что для обеих звезд в исходном каталоге сопоставился только один источник в Gaia. Или может оказаться так, что мы вообще не видим. Я вот не знаю, здесь видно в правой части, потому что у меня здесь панелька зумовская. Она не перекрывает ничего? Либо может возникнуть такая ситуация, что просто радиус поиска не захватывает ни одной звезды в этой области. Мы называем такие моды кроссаторизветления, соответственно, Separated, Joint и Single. Соответственно, Separated мы разделили две звезды, успешно, видимо, обе в Gaia. Joint означает, что для обоих звезд в паре, обоим звездам в паре, соответствует только одна звезда в Gaia. Когда мы отождествляем пары в ILB с Gaia, мы получаем вот такую картину. Здесь показаны те пары, для которых для обоих компонент нашелся какой-то источник в Gaia, но красная гистограмма — это та... Для начала я скажу, что тут вообще по осям, что тут изображено. Значит, здесь по оси Х угловое разделение между компонентами, то есть то, насколько далеко на небесной сфере друг от друга находятся два компонента каталога ILB. Ну, естественно, по Y это число, ну, понятно, число отчетов, попадающих в BIN по распределению, по угловым разделениям. И здесь мы видим, что до одной угловой секунды большинство пар в ILB разрешаются в Gaia как joint. Ну, значит, вернее, будет сказать, не разрешаются. То есть двум звездам соответствует один источник в Gaia. А после одной угловой секунды мы уже видим их раздельно. Ну, это, в общем, ожидаемо, потому что действительно, ну, как бы по официальным данным Gaia, тоже считается, что примерно одна угловая секунда — это приблизительный такой брейкпоинт, после которого начинаются затруднения с тем, чтобы различать близкие звезды. Вот здесь мы видим просто небольшую статистику по поводу того, сколько пар было просопоставлено полностью раздельно, сколько объединились в один источник в Gaia, и сколько компонентов пар оказались, ну, как бы одиноки. То есть для второго компонента не нашлось соответствующего источника в Gaia. Вот это еще одна диаграмма, в которой по оси Х находится то же самое угловое разделение, а здесь находится разность видимых звездных величин компонентов. В Gaia существует некоторая зависимость того, насколько хорошо мы можем различать близкие друг другу звезды в зависимости от разности видимых звездных величин. Вот мы видим, что чем больше разнозвездных величин, тем большее разделение между компонентами нам нужно, чтобы заметить их как два раздельных источника. А здесь аналогичная гистограмма для кросс-отождествления ОРП-6, то есть меньшего каталога с орбитальными двойными. Здесь уже чуть больше нахлёст происходит. Ну, в общем-то, в данном случае мы имеем дело с гораздо более тесными двойными, понятное дело, потому что источники в Gaia, которые находятся на больших разделениях, вот на таких угловых, ну, на тех, которые мы видели на предыдущей гистограмме, они не будут демонстрировать уж такого большого видимого орбитального движения, чтобы это можно было анализировать, и чтобы они попали в каталог ОРП-6. Вот таким образом мы отождествляем те, которые, ну, отождествляем звёзды из имеющихся каталогов с Gaia. Ну, нам это нужно для того, чтобы мы, да, понятно, во-первых, поликопчим знамять, а во-вторых, мы получили данные по расстояниям до них. Вот это позволит нам проверять некоторые вещи, связанные с тем, правильно ли мы понимаем природу этих двойных звёзд. Но мы можем искать в самой Gaia, в самом каталоге, тоже двойные звёзды. К сожалению, как мы видим, вот узкие звёзды, ну, не узкие, господи, звёзды с небольшим угловым разделением, пары с небольшим угловым разделением между компонентами, ну, не разрешаются Gaia, но широкие двойные, находящиеся двойку друг от друга, поискать в Gaia можно. Вот. Каталог очень большой, поэтому вот здесь возникли некоторые сложности с тем, чтобы, ну, грубо говоря, если просто-напросто пытаться в большом радиусе подряд считать, ну, сказать, близкие друг другу звёзды во всём небе, это будет занимать очень-очень большое вычислительное время. Вот. Как бы критерии, которыми мы руководствуемся при поиске двойных звёзд, естественно, это то, что они находятся близко друг к другу на небе и близко друг к другу в пространстве, поскольку мы уже в Gaia можем иметь дело и с оправоксами тоже. И плюс потом мы добавляем критерий на схожесть собственных движений, то есть звёзды не только находятся рядом, но они ещё и движутся совместно в пространстве. Ну, для того, чтобы не считать это всё вечность, мы подразбивали вот ту область, в которой мы ищем. Ну, собственно, область у нас была всё небо, да, мы разбивали небо на площадке, и мы искали пары внутри этих площадок. Мы выбирали площадку, ну, как бы если оценить сложность вычислений, то обнаруживалось, что выгодно уменьшать эти площадки как можно больше, потому что в рамках одной площадки нам нужно, для того, чтобы узнать, существует ли, ну, является ли звезда частью двойной системы, если у неё близкий сосед, да, нужно сопоставить положение каждой звезды с каждой другой в этой площадке. Если площадка больше в два раза, то там в два раза больше звезд, в четыре раза больше сопоставления нам нужно делать, поскольку, ну, вот как бы этот N-квадрат совершенно нам не нравится, мы хотим уменьшать площадки как можно больше. Мы уменьшаем их до того момента, пока, ну, грубо говоря, мы искали в... мы выставляли верхний предел на физическое разделение между компонентами в один парсек, и мы искали, соответственно, звезды, которые отстоят друг друга не дальше, чем это расстояние. Мы устанавливали, ну, когда мы искали звезды на определенном расстоянии от Солнца, мы устанавливали ширину площадки такой, чтобы пара звезд, которая находится на вот этом максимальном разделении в один парсек и перпендикулярно нашему лучу зрения, всё ещё, ну, как бы могла уложиться вот так вот в размер одной этой площадки. Другие люди также, ну, другие работы, которые мы видели, также делали похожие вещи, но они, к сожалению, теряли те звезды, которые находились, ну, по крайней мере, часть LGD так делали, они, к сожалению, теряли те звезды, которые находились между площадками, вот, и, ну, брали площадки очень большие. Вот, мы просто сделали алгоритм для того, чтобы последовательно проходить по этим площадкам и, соответственно, убеждаться, что мы проверяем все потенциальные пары, включая те, которые находятся между площадками, ну, соответственно, которых одна звезда в одной площадке, другая звезда в другой площадке. проверяются только пары между соседними площадками. Не буду сейчас вдаваться в подробности, просто мы так уменьшили время вычисления, просто вместо n квадрат вычислений мы разделяем на, мы получаем от n квадрат на m, где m число площадок, а число площадок на небе у нас получилось довольно большим, то есть там несколько сотен. Вот этот первый этап набора делался только на близость в пространство друг к другу звезд, для того, чтобы, ну, просто не нахватать каких-то случайных звезд, которые просто оказались рядом на самом деле, никакие не являются ни двойными, ни содвижущимися. Мы вводили дополнительный критерий вот на такой диаграмме, в которой физическое разделение между компонентами в паре по оси х, и по оси у – это разность собственных движений. Мы видим, что вот каждая точка здесь представляет из себя одну звездную пару, и мы видим, что эти звездные пары разделяются на две области, и, ну, дальнейшие исследования показали, что, да, действительно, вот как бы вот эта часть, это верхняя часть, это случайное совпадение, просто рядом оказавшиеся звезды, нижняя часть – это действительно либо двойные звезды, очень-очень широкие, либо содвижущиеся звезды, то есть имеющие как бы физическую причину двигаться совместно, но не находящиеся на орбите друг к другу. – Пора заканчивать уже. – Да, я вот добиваю буквально. Значит, подобных работ было несколько, вот наша, примерно 10 тысяч двойных в радиусе 100 парсек вокруг Солнца была. Вот эта еще работа только по ярким звездам, вот у Эль Бадри была статья с несколько другим критерием до 200 парсек вокруг Солнца. А все эти результаты мы добавили в Эль Би, в каталог двойных, и, соответственно, ну да, как я уже говорил, мы просопоставляли данные из Эль Би с данными в Гае. Вот, ну, таким образом, да, вот мы просто обновили Эль Би, в самом деле его данные из Гае, и это очень хорошо, потому что данные по параллаксам, прямые для звезд, это большая роскошь, предоставленная нам Гае сейчас. Это очень полезная миссия. Вот. Прошу прощения, если я немножко залез по времени. Спасибо за доклад. Короткий вопрос, если какой-нибудь есть. А вот у меня тогда вопрос вот про кросс-мэчинг, то есть у вас было три варианта. Да, есть. Чьё-нибудь там, сингл. Да. Ну, всегда у вас одна звезда в радиус попадала, что будет, там, 5-6 звезд? Вот как вы с этим рассматриваете такие? Значит, во-первых, ближайшая звезда из имеющихся, то есть если у нас вот здесь, да, попадается, там, 5-6 звезд. Во-первых, ближайшая. Во-вторых, чем вы еще можете руководствоваться, как бы, дополнительно, да? Скорее всего, ближайшая – это… Тут стоит отметить, что радиус поиска был 1 угловая секунда, да? Радиус поиска 1 угловая секунда – это, ну, очень маленький радиус, сравнимый с радиусом разрешения в Гае, да? То есть маловероятно, что без реальной физической причины окажутся несколько звезд рядом. Но, тем не менее, если да, то, во-первых, выбирается ближайшая по координатам, во-вторых, можно еще ориентироваться на яркость звезды, то есть на фотометрические показатели, если нам известно, что, грубо говоря, у нас там здесь есть какой-то, условно, красный гигант, да, а здесь мы видим в Гае там один красный гигант и один белый карлик в радиусе поиска. Наверное, все-таки мы должны сопоставляться с красным гигантом. Хорошо, спасибо, Сергей. Так, тогда переходим к следующему докладу. Павел Минаев. Закройте презентацию. Добрый день. Видно в моей слайде? Да. Значит, мой доклад посвящен статистическим исследованиям гамма-сплесков, мощнейших взрывов во Вселенной. Значит, известно, что существует два типа гамма-сплесков. Первый из них, который называют также короткими, это связан со слиянием компактных компонентов в двойной системе, которая состоит либо из двух нейтронных звезд, либо из нейтронной звезды и черной дыры. Второй тип гамма-сплесков, который часто называют длинными, связывает с коллапсом ядер сверхмассивных звезд. И эти всплески сопровождаются вспышками ярких сверхновых типа 1BC. Обычно классификацию гамма-сплесков делают, используя значения параметра длительности T90. T90 – это временной интервал, за который детектор фиксирует 90% от общего потока события. Вот на левой картинке показано распределение всплесков по длительности в эксперименте с ПИАЦС-Интеграл. Мы видим две моды всплесков. Первая – короткая мода и мода, соответствующая длинным всплескам. Однако мы видим, что эти моды значительно пересекаются. И таким образом, если исследуемый нами всплеск обладает длительностью порядка двух секунд, точно мы сказать не можем, принадлежит он первой моде, либо второй. То есть есть проблема. Помимо длительности, также используют параметры спектральной жесткости. Оказалось, что короткие всплески имеют более жесткий энергетический спектр. И вот на правой картинке показана диаграмма, где по горизонтальной оси длительность, а по вертикальной жесткость. Жесткость – это отношение потока в жестком диапазоне к потоку в мягком диапазоне. И здесь вот мы видим два кластера. Это короткие жесткие всплески и длинные мягкие. Но опять же, проблема никуда не уходит. Мы видим, что есть значительная область пересечения, которая затрудняет классификацию всплесков с использованием этих параметров. Ситуация осложняется еще также тем, что существует, помимо гамма-сплесков, о которых я говорил, существуют еще гигантские вспышки магнитаров, которые выглядят как короткие гамма-сплески. Таким образом, это еще осложняет классификацию обнаруженных событий. Таким образом, эта проблема до сих пор актуальна и требует решения. И мы попытались сделать новую схему классификации, основанную на некоторых других параметрах, которая сможет достаточно уверенно работать при слепой классификации событий. Мы использовали три параметра. Первый параметр, я уже говорил о нем, это длительность Т90. Однако, мы использовали длительность в системе источника всплеска. То есть, это наблюдаемая длительность, деленная на параметры 1 плюс Z. То есть, где Z – это красное смещение до источника. Второй параметр связан с энергетическим спектром. Вот на правой картинке показан энергетический спектр для одного из гамма-сплесков по данным Ферми. И мы видим, что спектр аппроксимируется степенной зависимостью с изломом и характеризуется максимумом. Так вот, положение этого максимума – это и есть параметр второй Епик. То есть, энергия в пике. В данном случае, это энергия больше 2 мегаэлектронов вольт. И мы используем значение этого параметра также в системе источника. Для этого мы наблюдаемое значение, умножаем на параметр 1 плюс Z. И третий параметр – это EISA. Это полная энергия, которая выделяется в гамма-диапазоне в предположении изотропного характера излучения. И вот вычисляется по такой формуле, где F – это наблюдаемый поток в гамма-диапазоне, Z – это красное смещение, а DL – это фотометрическое расстояние. Так вот, в начале 2000-х годов Лоренцо Амати обнаружил корреляцию между двумя параметрами. Между параметром EPIC, то есть положением максимума в энергетическом спектре, и полной энергетикой в гамма-диапазоне. Здесь красным показаны длинные всплески, то есть тип 2, а синим – короткий. Мы видим, что области корреляции для двух типов гамма-сплесков разделены на этой диаграмме, а также аппроксимируются степенной зависимостью с, можно сказать, одинаковым показателем степени 0,4. Таким образом, мы можем использовать эту корреляцию для классификации гамма-сплесков. И для этого мы вводим дополнительный параметр, вот здесь его формула представлена, который представляет собой комбинацию этих двух параметров и по большому счету характеризует положение всплеска относительно линии тренда корреляции. Теперь, если мы построим двумерную диаграмму, где по вертикальной оси будет отложено значение этого параметра, а по горизонтальной длительности в системе источника, мы увидим, что у нас есть два кластера, соответствующие длинным всплескам, показанным красным, и коротким всплескам, показанным синим. Короткие всплески в целом имеют более жесткий спектр по сравнению с длинными и обладают меньшей энергетикой, и поэтому значение параметра EH для них получается больше. И мы видим, что эти кластеры достаточно хорошо разделены. Если вспомнить предыдущие картинки, которые я показывал в начале, там было все гораздо более замыленным. И вот степенная зависимость EH пропорционально корень квадратный из длительности лучше всего разделяет эти два кластера. И таким образом мы можем ввести еще один параметр, который мы назвали EHD, который учитывает также длительность для разделения этих кластеров. Вот его формула. Принцип тот же самый, что и на предыдущем слайде был показан. И таким образом мы получаем три распределения одномерных. Первое – это распределение по длительности в системе источника. Второе – распределение по первому параметру, новому. И распределение по второму параметру. И мы видим, что для распределения по второму параметру EHD область пересечения мод коротких и длинных всплесков наименьшая, если сравнивать с двумя другими. В табличке ниже собрана статистика для тестовой выборки из 320 событий. В частности, мы можем видеть, что если мы используем значение длительности для классификации, то у нас 9 коротких всплесков неправильно классифицированы как длинные всплески. А длинные всплески – три штуки неправильно классифицированы как короткие. По второму параметру мы получаем примерно те же цифры, а вот по последнему параметру все значительно лучше. Всего три коротких всплеска выборки классифицированы неправильно, а все длинные всплески классифицированы правильно. Таким образом, вот эта новая схема, она является наиболее устойчивой, наиболее надежной для классификации гамма-всплесков. Но есть проблема. Проблема связана с тем, что значение этого параметра можно вычислить только для гамма-всплесков, для которых мы знаем расстояние, ну или красное смещение. Если мы красное смещение не знаем, то вычислить этот параметр мы не можем. А доля гамма-всплесков с известным красным смещением очень невелика – менее 10%. Тем не менее, мы попытались проверить, можно ли как-то использовать полученные схемы классификации для гамма-всплесков без красного смещения. И для этого мы взяли в качестве тестовой выборки два события, которые зарегистрированы в этом году. Первый из них – это всплеск 2004-15А. Он был зарегистрирован большим числом космических обсерваторий в гамма-диапазоне. И это позволило сделать точную локализацию его на небесной сфере с помощью метода триангуляции. И оказалось, что область локализации включает в себя близкую галактику скульптора, расстояние до которой всего 3,5 мегапарсека. Ну вот картинка этой галактики показана здесь. А ниже, соответственно, черным четырехугольником показана область локализации, а фиолетовым овалом – сама галактика. При этом всплеск был коротким, всего две десятки секунды у него длительности. Таким образом, если этот всплеск действительно ассоциирован с этой галактикой, то это может быть и не гамма-сплеск, а как раз вот гигантская вспышка магнитара, о которой я говорил в начале. Как раз очень интересно его поисследовать. Второй всплеск, 2004-2002, также был зарегистрирован большим числом обсерваторий, однако локализация уже оказалась более не такая качественная область локализации, один квадратный градус, и никаких галактик ярких, близких внутри этой области не оказалось, и оптический компонент не был найден, так же, как и в предыдущем случае. А именно по оптическим спектрам и оптическому излучению обычно определяют расстояние до гамма-сплесков. Если мы не знаем красное смещение до источника, мы можем на диаграмме EPIC и ISA нарисовать траектории, зависимость положения всплеска от красного смещения. И здесь также красным показаны длинные всплески, синим короткие, и розовым три штуки, это как раз известные гигантские вспышки магнитаров. И черные кривые – это траектории для этих двух гамма-сплесков. И если мы предположим, что первый из них, который, возможно, связан с галактикой Скульптори, действительно находится в этой галактике, то вот его положение, оно однозначно классифицирует это событие как гигантскую вспышку магнитара. Но если мы говорим, что на самом деле это все не так, и что это все-таки гамма-сплеск, а галактика попала в область локализации случайно, мы можем определить красное смещение до источника, наиболее вероятное значение как точка пересечения траектории с линией тренда, в данном случае Z в красном смещении 0,5 получается, и наименьшее значение как точка пересечения траектории с границей двухсигмой области корреляции. Ну и аналогично мы можем определить красное смещение для второго всплеска, который длинный, поэтому мы смотрим точку пересечения с красной областью корреляции, и для него мы также можем определить верхнюю границу красного смещения, если мы предположим, что он не может быть ярче, чем самый яркий известный нам гамма-сплеск. Таким образом, верхняя граница на красное смещение соответствует 2,2. И мы видим, что даже не зная красное смещение, мы можем использовать эту диаграмму для, соответственно, его оценок, и даже для классификации событий. Теперь рассмотрим то же самое, но только на двумерной диаграмме, где отложены параметры EH и длительность. И, в принципе, мы видим, что для первого события у нас траектория лежит полностью в синей области, то есть однозначно мы можем классифицировать его как короткий гамма-сплеск, либо как гигантскую вспышку магнитара. Опять же, если мы считаем, что он действительно сидит в этой галактике. Наиболее вероятное значение красного смещения в данном случае мы определяем как ближайшую к центру кластера точку траектории. И вот траектория для второго всплеска, и параметры, естественно, для нее. И мы видим, что также эту диаграмму можно использовать и для классификации гамма-сплесков без красного смещения, и для оценки значений красного смещения. Ну и, в принципе, все. То есть мы, во-первых, подтверждаем строгую корреляцию между параметрами EPIC и EISA для обоих типов гамма-сплесков. Она, оказывается, описывается степенным законом с единым показателем степени, и это можно использовать для классификации гамма-сплесков. Мы построили две классификационные схемы и показали, что параметр EHD является наиболее надежным для классификации гамма-сплесков. Спасибо за внимание. Спасибо, Павел. У нас есть три минуты на вопросы. Можно мне задать вопрос? Да, конечно. Павел, скажите, а вы не рассматривали возможность моделирования вот таких сигналов для того, чтобы иметь такую симуляции таких сигналов, чтобы иметь за Вендома известные вам результаты и сравнивать их с реальными? Ну, по сути, вот это и было сделано. Вот сейчас я вот здесь, вот на этом слайде, вот здесь я как раз табличку привел. Здесь мы взяли 320 событий и для них провели вот эту всю классификацию. Мы для них заранее знаем, какие это короткие или длинные. И используя эти схемы, можем прикинуть, как точно наша схема классификации работает. Поняла. Спасибо. Есть еще вопросы? Так, ну, вопросов больше нет. Спасибо, Павел, за доклад. Спасибо. Давайте перейдем к следующему докладу. Александр Фазлеев. Из институт оптики атмосфер Сибирского отделения наук. Так, ну, название доклада – это оценка качества данных больших спектральных массивов, коллекций больших массивов спектральных данных. Как мы пришли к этой проблеме, она была обусловлена тем, что лет 14 назад нас попросили собрать все экспериментальные данные по спектральной, по молекуле воды для решения задачи определения по принципам Риттберг-Горица уровня энергии. Уровни энергии, которые близки к экспериментальной точности измерений, они нужны для построения потенциала, и чем точнее потенциал построен, тем лучше расчет. Расчет, когда делается в большом интервале спектральных данных. Это была первая проблема. Мы собрали стандартными методами, обработали, и выяснили, что кроме первичных данных еще есть проблемы в данных экспертных. То есть не все данные экспертные можно доверять, но предложили принцип, это было где-то в начале 10-х годов, и проверили две базовые, основные для приложения базы данных, это хитраны и визу, и выяснили там, в общем-то, для молекул воды и ее изотопологов ряд проблем. Вторая проблема, ну, эта же проблема у нас возникла, и мы предлагали ее решить, когда создавался виртуальный центр атомных и молекулярных данных, но в программу анализ данных, качество данных не попал, но тем не менее мы этим занимались, и вот к 20-му году я сейчас расскажу, что мы получаем на деле. Замечу, что главная задача, которая здесь есть, уменьшить как можно больше числа данных, требующих ручную обработку, то есть ручную оценку качества данных. Ну, я покажу, расскажу о трех методах, с помощью которых мы можем резко уменьшать вот объем данных для ручной обработки экспертных. Ну, начну с того, что надо понять, какие данные, не типа, а виды данных, какие есть. Ну, есть два вида первичных данных, это данные связанные с измерениями и данные связанные с расчетами, вот они показаны здесь. И работая 14 лет назад, задача состояла в том, как из экспериментальных данных получить вот эти референтные уровни энергии и референтные волновые числа. Когда эта задача была решена для воды, ну, мы вот к настоящему моменту поняли, как минимизировать объем ручной работы. Ну, здесь, в принципе, на рисунке показано, как связаны, вот прямоугольниками показаны приложения, которые обрабатывают данных, а вот в этом прямоугольнике большом различными цветами показаны типы данных. То есть это эмпирические данные, это теоретические, а это экспертные данные. Какие у нас, что у нас в коллекции содержится? То есть у нас содержится в коллекции все данные. Мы стараемся за полнотой следить, ну, по крайней мере, исторически до 2015 года у нас, в общем-то, практически по всем атмосферным молекулам данные полностью имеются только опубликованные данные. Мы неопубликованные данные не собирали. И мы все данные, которые есть, обеспечили метаданами, которые, как бы, описывают качество тех источников данных, которых у нас есть. И стало быть, превратив эти данные, преобразовав в онтологию, мы дали возможность людям работать с этими онтологиями машинно, то есть без обращения к интерфейсам для человека. Какие методы? Есть традиционные методы, мы их разделяем на три части. Ну, самое простое, первая группа, это когда данные неполные, а для нас важно что? Для нас важно, чтобы был набор квантовых чисел. Это первая группа. Если нет, они уходят, как бы, метятся, как данные негодные для использования. Вторая группа, это связанные с матмоделями молекулы, там оттуда получаются правила отбора. И вот показал, что даже опубликованные данные содержат те, которые противоречат правилам отбора. Ну, и третья группа методов, это два унарных метода, то есть сам массив один обрабатывается. А третья группа, это когда мы сравниваем между собой различные экспериментальные расчетные массивы данных. Какие методы? Ну, это вычисление среднеквадратичных или стандартного отклонения. И мы еще считаем более такую грубую характеристику. Это максимальное отклонение по физической величине в идентичных частях двух массивах. Отображается это следующим образом. Это типовые методанные. Ссылка, интервалы изменений. И здесь правила отбора отображаются у нас. А здесь это те бинарные отношения, которые мы изучаем. Я не буду здесь детально останавливаться, это более-менее понятно. Я расскажу о том, это вот если увеличить эти части, которые связаны с парными отношениями. То есть информации достаточно много. И структуру данных я, если будут вопросы, я объясню, но пойдем дальше. Здесь ситуация такая. То, что остается, когда... Что вообще? На примере экспериментальных данных. Пусть С0 – это весь массив экспериментальных данных. С0А – это те, которые содержат неполные данные. Нет квантовых чисел. Или... Они только частично заданы. Вот этот вложенный круг – это если мы построим из референтных данных или из эмпирических данных все центры линии, то они не закроют весь существующий в коллекции массив переходов. Потому что количество уровней ограничено, и далеко не все есть уровни эмпирические. Теперь в самом множестве, которое идентично тем, которые эмпирические. Есть данные, которые противоречивы, они не соответствуют эмпирическим. Это вот этот массив А с верхним индексом И. Таким образом, если мы определим каждое это множество, то множество СА – это то, которое нельзя проверить с помощью эмпирических данных. Это то множество, которое будет оставаться для ручной обработки. Чтобы показать, на примере воды ситуация такая, что всего более 300 тысяч экспериментальных переходов молитвы. Ну, вот тут сколько? Меньше процента. Меньше процента, да? Да, меньше. Извините, 4%. 4-6%, извините. Это те данные, которые не обладают квантовыми числами. Теперь с правильными квантовыми числами такие. И вот те, которые попадают в СА, то есть те, которые мы не можем описать с помощью эмпирических данных или эталонных данных, то их всего 7400. То есть это где-то приблизительно полтора процента от… полпроцента, да, полпроцента от этого, от общего числа данных, которые мы были. Именно вот это число и требует ручной обработки. Естественно, между цифрой 300 тысяч и 1400, разница большая. И это, в общем-то, машина при загрузке массивов. Этот анализ делает механический, и мы получаем вот эти небольшие массивы, которые… Они уменьшаются по мере расширения коллекции эмпирических данных. Дальше я расскажу о методах, а в конце покажу, в каком порядке мы применяем метод. Когда используется сравнение с эмпирическими данными, важным параметром является, насколько допустимо отклонение между эмпирическими данными и данными коллекции. естественно, эта характеристика, она сильно зависит от того, для каких целей вы делаете массив исследователя. Чем как бы точнее, то можно увеличивать это, но, естественно, получается, что коллекция точных данных, она будет уменьшаться с ростом требований к отклонениям. Мы выбрали цифру 0, 0,035 сантиметра, она, в общем-то, существенно больше, чем современное экспериментальное разрешение, и количество данных, которые мы получили, оно приблизительно соответствует тем, которые, как правило, используют в экспертных массивах данных. Это был критерий, по которому мы старались выбрать вот эту среднюю величину. И вся коллекция, она сейчас связана вот с этим числом. Пересчитать ее, эту коллекцию, качество данных, изменяя параметры, она занимает минут 15, наверное, нужно на всю коллекцию. Теперь я покажу результат, который мы получили. До применения вот сравнения с эмпирическими данных, картинка, которая означает следующее. Здесь это матрица. Каждая клеточка по горизонтали это какой-то источник данных. Ну и соответственно исследуется сравнение двух массивов по вертикали, это тот же список, повернутый в другую сторону. Если клеточка желтая, то если клеточка серая, то это значит, что просто нет корреляции, то есть массивы не коррелируют. Если желтая, то удовлетворяет тому критерию, который я выше сказал, меньше 0,35 обратного сантиметра. Ну а красная это когда не удовлетворяет. Вот до того, как мы применяли автоматические критерии в сравнении с эмпирическими данными, картинка выглядела вот так. Если расшифровать эти квадратики, то будет получаться следующее. В квадратике первое это величина физического отклонения, а это количество идентичных переходов сравниваемых массивах. Ну а после применения мы получаем картинку существенно лучше, чем до сравнения с эмпирическими массивами. Почему остаются красные квадратные на качественной картинке? Это связано вот с тем массивом ЦА, когда нет на данные переходы соответствующих, входящих в переходы эмпирических уровней. И с этим связана вот эта остаточная расходимость. отсюда вытекает задача, что чисто совершенно необходимо вычислять, дополнять новые экспериментальные данные и пересчитывать эмпирические уровни энергии. Тогда ситуация будет улучшаться. Пока этого не делается. извините. После того, как мы проверим по этим данным, отберем массив, который не содержит хотя бы одного эмпирического уровня, у нас останется необходимость попробовать проанализировать вот этот остаток. Для этого мы применяем следующий более тонкий метод. Он состоит следующим. Если вы набор переходов, массив переходов упорядочите в соответствии с значением физической величины, например, по возрастанию центров линий, как они возрастают, то источники образуют какую-то последовательность после такого преобразования. И оказывается, что если мы два источника упорядочим по возрастанию, то порядок следования квантовых чисел будет чаще всего не такой. И он просто будет выражать конфликт между двумя массивами. То есть в одном из них или может быть даже в обоих, по крайней мере, это сомнительные массивы, которые надо дополнительно исследовать. Как это выглядит в интерфейсах, когда мы получаем, сравниваются два массива, и получается такая картинка. Если мы правильный порядок, как спектр отобразим, это кусочек спектра, показываем, он большой, то вот эти линии это разупорядочение, то есть они идут не в том порядке, в котором положено им идти по правильному образу. То есть в первом случае мы считаем, что если первый правильно, то это где неправильные линии во втором массиве, и наоборот, если второй правильно, то где неправильные линии во втором массиве. Это, собственно говоря, позволяет нам выделять уже в конкретных источниках интервалы, где могла быть, если отклонения большие, это чаще всего неправильная идентификация переходов, и в общем-то такой картинкой мы все локализуем. Но здесь вот ниже просто стоят данные табличные, которые показывают количество, какие отклонения и как меняются факторы разобородочения, мы их тоже определяем, и они легко на лету считаются. Теперь как проверяются экспертные данные? Принцип совершенно простой, и вообще-то говоря, если говорить о семантике вебе, то в семантике вебе смысл его конечный был в том, чтобы сделать так, чтобы ресурсы, которые создаются в интернете, им можно было доверять. Чем экспертные отличаются от первичных данных? Никто не знает, что делается с первичными данными экспертными. Обычно в журналах об этом не пишет. Я много этим занимался. Поэтому простая идея такая, если у вас есть полный набор экспериментальных и теоретических данных, то можно сравнить с определенной точностью, дать определенную точность, сравнить по ней все данные, которые в экспертном массиве с полным набором, и те, которые будут далеко отклоняться от всех существующих экспериментальных и теоретических данных, вычлены. Ну, я сразу скажу, что больше всего нас поразил результат по основному изотополоку воды, когда из 200 тысяч 19 тысяч было вообще непонятно. Во-первых, они не опубликованы и сильно отличаются от той коллекции данных, которые у нас есть. Дальше показан интерфейс, как это сообщается, так сказать, данные, которым нельзя доверять в разных спектральных интервалах их количество, соответственно, это, по-моему, по хитрану данных. Это те, которые сравниваются с измерениями, ну, а это суммарные цифры. Можно оценить как бы количественно доверие к тому, что дает база данных хитран. Ну, и, наконец, предпоследний слайд. Это в каком порядке делается числовой массив, если он по измерениям, вот он разбивается, сначала как бы вычищается грубой ошибки, потом формируется кантеровое множество, кантеровое множество, это множество, в котором все элементы уникальны, а у нас экспериментальные данные с одними и теми же квантовыми числами, их много, в случае называют мультимножество. Дальше идет фильтрация по эмпирическим данным, это часть, которая не попадает в эмпирические данные, а потом стандартную информацию о ней мы имеем, о среднеквадратичных в этом массиве, делается сравнение упорядоченных массивах. исследование эмпирических массивов, оно не экспертных массивов, извините, сейчас, последний слайд, оно дополняется в этот принцип метод декомпозиции, а дальше все идет так же, как предыдущие. Ну и в заключение я должен сказать, что мы разработали собственные методы автоматической обработки качества данных, их три, показали что количество ручной обработки в больших коллекциях можно уменьшить с помощью этих методов. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть короткие вопросы? Еще минуты на вопросы. У меня есть вопрос, если никто там начинал. Александр Андреевич, вот какой вопрос. Значит, ну вот вы там разработали эти методы для повышения качества или оценки качества спектральных данных, но это в вашей предметной области, то есть методы специфичны для этого, да? А вот можно ли можно ли, видно ли тут какое-то движение в сторону обобщения, скажем, просто спектральные? Да, мы видим, потому что метод сравнения разопорядочения все физические величины обладают свойствами. По значению свойств их можно, если они идентифицируются однозначно, то их можно сравнивать по значению вот этих свойств, которые экспериментально и теоретически найдены. это по разопорядочению, по методу декомпозиции, но это, в общем-то, мы ничего особого не придумали, мы только применили декомпозицию в своей предметной области, ее можно в любой предметной области применять, где есть полные коллекции данных. Если данная коллекция не полная, то степень доверия будет меньше существенно, вы понимаете, потому что если какой-то кусочек пропустили, то это повлияет на вашу оценку доверия. Ну и третий метод по сравнению с эмпирическими данными, это, конечно, чисто предметная область. Если в других областях есть критерии по выучению эмпирических данных, то его можно, но это я не гарантию. А первых два, они стандартны для всех информационных ресурсов. Понятно, спасибо. Визилов же интересовался, да, в первый день конференции доверием к данным. И как-то он так у всех спрашивал. Может быть, тут какой-то был бы ответ частичный хотя бы на его вопрос. Ну, с Визиловым я общался, в мою работу он знает. А, хорошо, все тогда, тем более. И, может быть, интересно, знаете, просто к аудитории. У нас сессия, конечно, называется анализ данных в астрономии, но надо было бы уточнить, наверное, тут... Ну, если спектральные данные к астрономии отнести, а без них там никуда в астрономии, то тогда... Я имею в виду... В зависимости от того, какие данные они пользуют, они такие результаты и получают. Да, я это имею в виду, что тут, значит, анализ данных в астрономии и спектральные данные. Так вот, интересно, у нас тут ряд астрономов присутствует. Может быть, кто-то может прокомментировать, вот такие методы тоже применимы для спектральных данных в астрономии в том числе? Нет, они применимы к атомам и ионам. Большая часть спектроскопическая в астрономии используется по атомам. Молекулы это важны для экзопланет, где мы рассуждаем, есть там жизнь или нет. Молекулы это уже более сложный объект, чем атом. Большая спектральная информация идет через атомную спектроскопию. Можно мне вопрос тогда задать, раз меня вспомнили? А вот, конечно. А что вы думаете о возможности применения нейронных сетей для контроля данных? Это очень глубина обучения. Тут два момента. Какие ресурсы изучать нейронными сетями? Если мы говорим о табличных ресурсах, это первичные данные, они точно измерены, мы не можем там природу их как показали. А вот с графическими данными там такая проблема возникает, потому что, как правило, редко в статьях, когда рисуют график, рисуют таблицу, которая соответствует графику. И когда начинаешь историю обрабатывать, то мы при распознавании графиков даем ошибку. И вот там проблема научить при распознавании соответствующие существующими графиками оцифровывать эти графики нужным образом. Мы над этим сейчас работаем. В прошлом году на Дамдиде 19 астрономы как раз рассказывали о методах контроля своих данных. Первый этап это с помощью как раз нейронных сетей они что-то делали там. Я видел работы и спектроскопии есть работы. Я видел. Перенесем. Потому что у нас время спасибо. Спасибо за внимание. Александр за доклад. Давайте перейдем к следующему докладу. Елена Спирнова. Добрый день. Ну доклады предыдущие очень были интересные. И мне кажется что наша работа ну немножко но отвечает на вопрос даже вот уважаемые коллеги кто задал последний вопрос предыдущему докладчику. Вот как мерить как измерять а наша работа предназначена для того чтобы использовать в системах тестирования аппаратно-программных системах тестирования тех приборов которые измеряют получают эти данные. То есть мы заняты слышно меня я что-то не спросила Да, извините сейчас открою как это я Одним словом мы разрабатываем ну вот так замахнулись назвать новая энергетическая теория а на самом деле уже продолжаем третью научную работу по принципам создания процессов генерации сигналов цифровых сигналов которые близки к реальным сигналам и в этой в статье которую мы надеемся которая будет опубликована в уважаемых изданиях в этой статье что о чем эта статья о том что мы предлагаем решение вот важной фундаментальной задачи эффективного цифровой обработки эффективной цифровой обработки матричной причем обработки сигналов и эта вся работа ведется вот в рамках финансируемой министерством науки и образования а название работы и номер проекта тут указаны вот вопросы были по машин ленинг и по бигдате у нас работа ведется к тому чтобы получать как можно больше точной информации сравнивать с теми сигналами которые коэффициенты которых и характеристики которых параметры которых знаем и создавать быстрые алгоритмы которые будут применимы но я вот послушала выступающих мне кажется вы сейчас увидите картинки это я уже сказала поэтому пропущу этот слайд за неимением времени вот где эти быстрые алгоритмы вот ниже картинки где они и используются ну получается что не знаю это может быть прописная истина здесь на этом слайде но два способа генерации мы генерируем сигналы имитируем их чтобы они использовались для тестирования каких-то аппаратов два способа имитации это основанный на эмпирических данных и получение нужных близких к реальным сигналам и прототипирование уже существующее с какой целью чтобы снизить вычислительную сложность и чтобы сама сам процесс обработки сигналов происходил на реальных устройствах там налетающих в космосе на тех в тех местах где нужно использовать действительно быструю реакцию какого-то прибора и для повышения точности восстановления сигналов и вот таким цветом выделены два пункта над чем мы работаем это математическая формализация спектральной плотности мощности и получение спектральных коэффициентов для собственно для хранения в хранилищах только коэффициентов и таким образом уменьшение требуемых размеров памяти и ускорение работы тех или иных устройств мы посмотрели вот большей частью материалы предыдущих лет конференции и увидели что актуальность явно видна в этой таблице показано как используются принципы моделирования в каких областях и какими популярными алгоритмами решают всевозможные вопросы и сегодня эта секция с удовольствием слушала доклады потому что понимаю что мы попали в хорошую компанию и может быть будет интересна наша разработка в реальной практической реальных практических исследованиях как точка отсчета как способ измерения качества данных ну вот а чем именно мы занимаемся это мы перешли к разработке анализа многомерных сигналов ну и что такое вот попробовали так изобразить какие есть плюсы и какие минусы такого вот общения с многомерными сигналами ну еще один два три измерения мы можем представить и вот второй доклад был параметры и и и чт прекрасный трехмерный можно этот сигнал представить графически но вот если будет больше измерений то тут уже интуитивно нельзя назвать визуально сложно представить интуитивно их представить это как минус мы назовем а уж большее количество измерений вообще может привести к конфузу к какому-то непонятным каким-то вещам но плюсы это то что мощности компьютеров мощности машин современных они позволяют нам работать с большими данными и плюс это то что и вот предыдущий доклад о том что мы большую часть работы отдаем машине для этого мы используем машин ленинг нейронные сети чтобы научить машину а для того чтобы ее научить надо же чтобы мы ее научили на каких-то заведомо известных известных сигналах сигналов вот эти сигналы мы стараемся близкие к известным описать с помощью матричных преобразований и их коэффициентов ну вот здесь в статье описаны первые три шага которые мы сделали в этом направлении определение многомерных дискретных детерминированных и случайных сигналов полосовых сигналов сделана математика для этого использовались базисы Фурье и Хартли преобразования Хартли я не буду останавливаться на формулах потому что они более подробно раскрыты в статье и за неимением времени вы видите там вот заканчивается пятый номер и а тут двенадцатый и тринадцатый потому что ну просто я взяла из статьи главную идею чтобы вы увидели что мы достаточно просто определяем двумерный на примере двумерного сигнала как мы предлагаем отобразить формализовать Фурье преобразования детерминированных сигналов ну и мы для того чтобы отобразить мы должны знать спектральные характеристики функции этих сигналов поэтому вот главная задача это нам надо показать спектральную характеристику плотности функцию спектральной характеристики плотности и задать формулу для двумерной этой функции предложили еще вот определение коэффициентов лямбда ремоделирования и энергетические коэффициенты двумерных сигналов и их отношения с коэффициентами Фурье тоже получили такие выражения для них собственно для чего это все делается двумерные сигналы можно изобразить на графике для полосового сигнала белого шума чтобы знать вообще соответствует ли то что мы генерируем сигналы действительности вчера выступал наш магистрант Иван Дейкин он рассказывал один из подходов получения двумерного сигнала это послойно одномерный сигнал накладывать послойно один на другой тут немножко другое представление мы создаем программу для реализации случайного полосового сигнала и алгоритм алгоритм сначала потом программу в комплексных базисах с какой целью вот этот эксперимент был проведен и о чем эта статья мы пытаемся получить точные данные о то извините получилась тавтология то точность которая может быть измерена при сравнении теоретических выводов теоретических да выводов о определенном сигнале я говорила белый шум о скорости вычислительной на основании выбранного нами алгоритма у нас есть формулы мы можем посчитать с какой скоростью этот алгоритм выполняется пересчитывать матрицу и еще у нас выходные данные это наши программы это автоколляционные функции для теоретической алгоритмической и экспериментальной сигналов экспериментального сигнала плюс параметр такой ошибки которые показаны как разница между автоколляционными функциями и исходным сигналом создана схема общения на вход подаются подаются я уже говорила выбранная функция плотности и определяются теоретическая автоколляционная функция алгоритмическая их сравнение позволяет получить ошибку и экспериментальная тоже вычисляется на основании выбранных коэффициентов программа написана с использованием среды лазарус программного языка поскольку эта среда хорошо позволяет производить матричные вычисления и математические формулы получать с вычислительной сложностью для двухмерного сигнала для обработки двухмерного сигнала вот здесь приведены формулы для теоретической вычислительной сложности для получения теоретической автоколляционной функции для алгоритмической и экспериментальной и получается что явно видно что происходит значительность уменьшения вычислительной сложности и третий шаг который был описан в статье это результаты сравнения между теоретической и экспериментальной с генерированным сигналом и характеристиками но я уже говорила мы использовали сигнал белый шум с определенными характеристиками которые программно можно еще задавать и параметры получили теоретическую автокорреляционную функцию по формулам полученным вот вышеприведенным и алгоритмическую автокорреляционную функцию сгенерированные здесь показаны на слайде сгенерированные случайные сигналы и экспериментальные автокорреляционные функции три для трех сигналов и получены кривые ошибок в таблице приведены эти характеристики показаны средние по ошибкам результаты и я хотела бы зачитать ну как заключение по статье статья стартует начинает описание разработки спектральной теории многомерных симуляции многомерных сигналов первый шаг использует двумерную симуляцию и является доказательством нового направления в исследованиях кроме того в статье показано что спектральная теория предоставляет нам новые подходы для исследования за счет того что мы применяем аппарат обработки матриц а использование комплексного базиса позволяет более точно описать процессы которые происходят при генерации сигнала про программный продукт я уже сказала кроме того методы генерации сигналов в базисах Hartley и программное решение основанное на них так же как и в случае когда мы используем комплексный базис они позволяют создавать такие алгоритмы которые требуют меньше ресурсов те самые быстрые алгоритмы что касается сравнения между теоретической и алгоритмической автокоррекционными функциями то ошибки менее 0,05% ой 0,05% и мы планируем что далее мы попробуем выбрать другие формы сигналов и использовать более широкий спектр задач окончательно в планах создание такой библиотеки предлагаемых алгоритмов для генерации тестовых сигналов разных разного вида для в разных базисах собственно это все что я хотела сказать спасибо за внимание спасибо и есть ли вопросы готовы ответить на вопросы если смогу потому что конечно жаль что нет рядом Владимира Васильевича Сюзева нашего заведующего кафедрой который математику пишет нам он а мы программируем с ребятами и сравниваем теоретическую и экспериментальные сигналы которые потом используются в приборах тестирующих те те объекты например у нас метеор 3 работает спутник и там есть при приемке его мы используем генерацию наших сигналов извините я слушаю вопросы если вопросы тогда если можно я чуть-чуть добавлю что мы открыты к совместным каким-то разработкам потому что у нас сейчас стадия ну по крайней мере с одномерными сигналами точно уже стадия того что хочется нашу теорию нашу вот эти наши алгоритмические находки быстрые алгоритмы применить в конкретной области более широкой у нас есть узкая область субаумки вы знаете но вот было бы интересно и в любой другой так что мы открыты для сотрудничества спасибо большое за доклад спасибо за внимание давайте перейдем к следующему докладу добрый день а меня зовут Алина Вольнова я представляю институт космических исследований в Москве и нашу небольшую группу которая занимается исследованием космических гамма-сплесков ну вот здесь написано ИКИГРБ ФАН коллаборейшн это на самом деле наша группа не такая уж и маленькая то есть только наш отдел маленький а так-то мы сотрудничаем с большим количеством обсерваторий про это я расскажу в докладе сразу расшифрую ИКИГРБ ФАН расшифровывается как ИКИ гамма-рейберз фоллоу-ап нетворк то есть это сеть для слежения за проявлениями космических гамма-всплесков и сначала вот Павел уже немножко про гамма-всплески упоминал я кратенько скажу что это за объекты которыми мы занимаемся и дальше уже расскажу как и почему интересна база данных об этих объектах значит гамма-всплески это одни из самых мощных взрывов во вселенной которые длятся от нескольких секунд до нескольких часов от нескольких долей секунд до нескольких часов и сопровождаются в большинстве случаев рентгенов с кимпослеосвечениями но и в ряде случаев также оптическими и радиокомпонентами которые могут быть видны от нескольких часов до нескольких месяцев после самого гамма-всплеска и как уже тоже Павел рассказывал гамма-всплески делятся на две больших группы это длинные которые связывают со смертью массивных звезд в процессе коллапса и эти же гамма-всплески ассоциируются с сверхновыми типа 1С на достаточно близких расстояниях типа дозы от 0.3 и короткие всплески которые являются следствием слияния системы двойных нейтронных звезд и ассоциируются с проявлением так называемых килоновых и на самом деле оптические их проявления что короткие что длинные гамма-всплесков очень между собой похожи разницы только в масштабе по времени то есть для коротких всплесков после свечения в тех случаях в которых оно наблюдается будет достаточно непродолжительным до нескольких дней а для длинных это может длиться несколько месяцев если всплеск близкий и яркий и здесь показана схематическая кривая блеска оптического компонента она состоит из основных четырех фаз и на самом деле это вот ключевой момент который вносит в вообще в проблему организации баз данных по оптическим наблюдениям вот момент построения этой кривой блеска вносит самое можно сказать основное влияние значит чтобы иметь представление оптический компонент гамма-всплеска в самом начале представляет собой так называемое prompt эмиссион то есть это синхронное излучение которое в оптике видно одновременно когда мы еще видим гамма-излучение и источников для которых открыта вот эта первая фаза их достаточно немного десяток или два меньше двух десятков и эту фазу очень трудно поймать потому что время мы не можем успеть навестись вовремя на объект когда гамма-диапазоне уже все закончилось если там все длится меньше одной секунды а в оптике мы еще туда не навелись самая хорошо изученная фаза это фаза после свечения которая наступает после того как гамма компонент заканчивается и происходит уже переизлучение энергии в окружающей среде и на фоне этого после свечения уже на поздних стадиях для коротких всплесков здесь будет один-два дня для длинных это может быть до десяти даже в некоторых случаях 15 дней на фоне этого после свечения может возникнуть такое поярчание то есть отклонение от тренда падения блеска и это поярчание будет связано со сверхновой для длинных всплесков и скила новой для коротких ну и в конце концов когда все пропадает и затухает во многих случаях можно обнаружить родительскую галактику и в таком виде у нас получается как бы четыре основных больших куска которые могут из себя составлять целую кривую блеска гамма всплеска любого что короткого что длинного и эти четыре больших куска на самом деле достаточно из-за своей разницы в временном масштабе вариаций и в масштабе вариаций по блеску то есть если скажем у нас для ярких всплесков в начале может быть например поток соответствующий там какой-нибудь 15 звездной величине то родительские галактики это уже 24 и 25 и куда угодно в более слабый диапазон что только Хаббл может разглядеть то есть что здесь большой диапазон что здесь большой диапазон из-за этого каждая из этих фаз в принципе по-разному наблюдаются и из-за этого все эти оптические наблюдения будут достаточно неоднородные достаточно неравномерные и это накладывает основной отпечаток на те базы данных которые мы сейчас имеем в принципе относительно гамма-всплесков вообще какие бы основные критерии стоит выделить у базы данных оптических компонентов гамма-всплесков если мы говорим что она хорошая пригодная для работы во-первых это доступ открытый доступ к содержанию базы данных надо сказать что часто это не всегда присутствует и по большей части нет доступа к самим сырым данным или каким-то образом обработанным но изображением именно нет доступа к изображениям есть доступ уже к результатам их обработки к величинам полученным каким-то параметрам полученным вот это на самом деле одна из больших проблем открытый доступ к изображениям естественно хорошо когда база данных построена на своих собственных оригинальных данных однако существуют и я расскажу чуть попозже такие которые собирают в себе коллекции разных данных принадлежащих различным экспериментам различным обсерваториям естественно очень важно чтобы эта база данных была организована в каком-то однородном виде чтобы по ней можно было легко осуществлять поиск либо какие-то статистические какие-то исследования проводить ну и естественно нам очень важно чтобы эта база данных была полна то есть как можно больше содержала в себе известных объектов открытых и вот сейчас я расскажу немножко о уже существующих базах и укажу для каждой из них какие каким критериям они соответствуют а каким нет значит самая основная база данных которые мы черпаем наиболее полную и быструю информацию о происходящих событиях а как понятно что гамма-сплеск это вот он вспыхнул он есть а вот он потух и мы его больше никогда не увидим нам очень важно быстрота взаимодействия между наблюдателями быстрота распространения информации в этом плане нас спасает так называемые ГЦН циркуляры это циркуляры сети гамма-рей координации нетворк которые нереферируемые естественно они публикуются очень быстро в виде короткой заметки причем заметка это может быть абсолютно в любой форме ну есть какие-то может быть требования как бы такие основные но нет какого-то конкретного шаблона то есть это просто текстовая может быть заметка в ней могут содержаться и рисунки и ссылки на файлы и все что угодно все что наблюдатель сочтет там нужным туда добавить и распространяются они очень быстро в том числе в эти же циркуляры входят циркуляры космические обсерватории которые регистрируют гамма-сплески в гамма-диапазоне входит любая информация которую предоставляют наземные обсерватории уже в процессе наблюдения и какие-то может быть более поздние исследования тоже туда можно включать и сейчас там содержится больше информация о более чем двух тысячах всплесков начиная с 97-го года то есть с того самого момента когда впервые открыли оптический компонент гамма-сплесков это все содержится вот в архиве здесь приведена ссылка на один из них и вторая база данных которая называется страница Йохана Грайнера это по сути надстройка над базой данных ГЦН которая отличается от ГЦН только лишь наличием более систематизированной таблицы с названием всплесков координатами и некой информацией о наличии либо отсутствии каких-либо наблюдений в разных диапазонах ну и также эксперимент который был простите кто-то там что-то сказал я прошу прощения извините на звонок ответил не только простите значит и еще Грайнер добавляет помимо циркуляров то есть он собирает все эти циркуляры об одном том же склеске на одну страничку и добавляет туда еще информацию о каких-либо дополнительных публикациях которые появляются например статьях или каких-то каталогах если что-то выходит в общем поле полная информация то есть можно сказать что эти две базы они хороши тем что они абсолютно всеобъемлющие в этом плане вся информация какая есть о всех возможностях туда стекается однако в ней нет абсолютно никакой однородности то есть это полностью разрозненная информация которую уже нужно шерстить какими-то в любом случае человеческими глазами человеческими методами и вряд ли над такими базами данных можно было бы устроить какое-нибудь машинное обучение или что-то еще потому что абсолютно неоднородно это просто море текстовой информации относительно каждого объекта значит есть еще базы данных которые базируются каждое на каком-то обзоре и сюда кстати наверное когда лсст запустят можно будет включить базу данных лсст значит эти базы данных характерны тем что они опять же построены только на оригинальных данных они однородны внутри себя потому что это один инструмент один обзор какой-то однако естественно они не будут включать в себя все объекты возможные открытые они будут достаточно неполны в смысле наполнения объектами и вот здесь я привела несколько известных баз данных ну кстати для них тоже не для всех есть открытый доступ то есть скажем база данных обсерватории свифт доступна через интернет три остальные которые соответствуют оптическим обсерваториям мастер ротси и вот телескоп имени хаббла который тоже наблюдал гамма-сплески вот эти три базы данных они доступны только в виде каталогов уже изданных и никакого доступа к данным соответственно у них нету и есть базы данных которые строятся на основе коллекции данных собранных из разных источников и здесь основной мотив это всеобъемлющее изучение каждого находящегося в этой базе источника и тут очень сложность большая заключается в том что необходимо собрать информацию из разных мест ее каким-то образом унифицировать и изначально данные не будут однородными их необходимо каким-то образом приводить к однородному виду к однородной обработке или что-то в этом роде и такие базы будут содержать в себе не очень большое количество объектов потому что не очень большое количество объектов имеет настолько разнообразную информацию о себе и конечно эти базы данных будут строиться не на оригинальных данных а будут строиться уже на каких-то коллекциях построенных заранее вот здесь я хочу выделить значит есть сэмпл состоящий из 79 длинных и 39 коротких всплесков кривых блеска построен Александром Канном достаточно старая работа но до сих пор она в этом плане одна из самых лучших работ в плане изучения статистического изучения кривых блеска значит недавно в 20-м году появилась китайская работа содержащая более 6 тысяч всплесков в которых просто нет никаких статистических этих самых никаких надстроек есть просто собранные все имеющиеся данные для более чем 6 всплесков то есть если для кого-то из них нет каких-то данных то там стоит прочерк если для каких-то есть то соответственно они собираются то есть все что можно было они просто собрали в одну большую такую таблицу и опять же там нет никаких изображений там вот у них есть различные параметры которые они могут И вот они насчитали 46 различных параметров, которые могут быть у гамма-всплеска. Они их все собрали в одну большую таблицу. Естественно, она не полна в плане каждого параметра для каждого источника. Есть база данных по сверхновым, соотносящимся со всплесками. Она тоже собрана из различных наблюдений и содержит в себе около 40 кривых блесков сверхновых, связанных со всплесками. И есть важная база данных, содержащая в себе более 400 статей о исследованиях родительских галактик гамма-всплеска. Опять же, эти базы данных всеобъемлющие по информации, но недостаточно объемлющие по количеству источников. И я хочу немного рассказать про нашу сеть, потому что у нас тоже имеются некоторые зачатки базы данных, которые мы ведем с 2001 года. Значит, наша сеть, вот та самая ИКИ-ГРБ-фоллоуап-нетворк, это сеть, которая как бы наложенная сверху, можно так сказать, на другие обсерватории. То есть в каждой из перечисленных здесь обсерваторий. У нас есть подтвержденное время наблюдательное, которое выделяется по заявке, либо в ежедневном режиме, бывает в режиме каких-то определенных дат, бывает в режиме заявок от Target of Opportunity. То есть конкретно вот сейчас вспыхнуло и нам наблюдает. В общем, во всех этих обсерваториях, здесь перечисленных, на вот этих вот телескопах диаметрами от 40 сантиметров до 10 метров, мы имеем наблюдательное время и по различным заявкам наблюдается все четыре фазы оптического проявления гамма-сплесков, начиная от Prompt Emission, которые, естественно, удобнее всего наблюдать маленькими подвижными телескопами, типа вот тех самых, меньше метра которой, и заканчивая фазой сверхновой и родительских галактик, когда уже необходимы большие инструменты для того, чтобы и получить спектральные наблюдения во время фазы сверхновой, и получить какую-либо информацию о родительских галактиках. Вот здесь приведена карта распределения этих обсерваторий, в том числе у нас есть немножечко в южном полушарии, тоже можем работать, то есть не только северная покрыта. И все данные стекаются к нам в ИКИ, на сервер, поэтому у нас, к сожалению, нет открытого доступа, но по запросу к нам доступ может быть выделен каким-то файлом, если есть проект совместной работы или что-то в этом роде. Значит, база данных накапливается с 2001 года и содержит в себе наблюдения различных транзиентных явлений, в основном это гамма-сплески, но также есть несколько событий приливного разрушения, есть несколько источников мягкого повторного гамма-излучения, которые находятся близко в нашей галактике, есть наблюдения неклассифицированных транзиентов, которые были найдены в полях наблюдения, в полях локализации гравитационно-волновых событий, зарегистрированных детекторами Лайга-Вирга. И наша база содержит более 500 полей отдельных наблюдений, 20% из этих полей имеют более 10 автометрических точек наблюдения, то есть можно построить какую-никакую кривую блеска. Также содержится наблюдение 13 сверхновых ассоциированных с гамма-сплесками и 4 кандидата неподтвержденных, наблюдение 3 килоновых из 48 родительских галактик. Ну, естественно, у нас основной плюс нашей базы данных – это ее однородность, в первую очередь в наблюдениях обработки, потому что все эти наблюдения курируем мы и собираем мы, соответственно, тоже обрабатываем. Естественно, важность – это оригинальность данных, однако, конечно, у нас нет пока какой-либо систематизации для открытого доступа, и у нас, в общем-то, не все покрытие. То есть, если учесть, что сейчас есть, там, SWIFT с 2005 года открыл около 1600 всплесков, то у нас где-то примерно только треть из них было каким-либо образом наблюдаемо. Ну и в качестве заключения, да, я уже заканчиваю, в качестве заключения хочу сказать, вот перечислить как бы две основные проблемы, которые встают перед теми, кто хочет создать какую-либо базу данных по оптическим проявлениям гамма-сплесков. Это база данных должна быть однородна по наблюдениям от самого начала до самого конца гамма-сплесков, то есть содержать в себе по времени полное покрытие. Также должна содержать в себе покрытие по различным диапазонам, потому что это дает дополнительную информацию. И, естественно, это должно быть для того, чтобы эта база была достаточно, как сказать, полезна для дальнейшей работы уже постфактум, после окончания всплесков. Хорошо бы, чтобы у нее был какой-то доступ к самим данным, к изображениям и какой-то общий одинаковый процесс обработки всех изображений, для того, чтобы результаты были достаточно унифицированы. Ну и, естественно, как в качестве такого заключения, это может быть проблемой, стоящей перед разработкой для виртуальной обсерватории, то есть чтобы можно было собрать все, что сейчас есть про гамма-всплески, уже открыто, уже наблюдено, собрать на один большой какой-то там, не знаю, сервер или несколько серверов и сделать вот такую виртуальную обсерваторию, что можно каждый гамма-всплеск посмотреть, и как он был в гамма, как он был в оптике, какая у него была кривая блеска, какие у него были спектры, и все это собрать в одно. Ну, в общем, где-то так. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет, короткий вопрос. А вот у вас, вы перечислили много обсерваторий, с которыми вы работаете, на этом же слайде. А у вас, если к каждой обсерватории данные приходят в одном формате или как-то они совсем разные? Ну, вообще это все унифицированный формат FITS, который есть в астрономии, общий для всех наблюдений, получается, на всех матрицах. Но там что может быть разное? Могут быть разные фильтры, но, как правило, мы следим за тем, чтобы это была одна фотометрическая система, и чаще всего наблюдаем в одном и том же фильтре R, чтобы проще было сводить данные вместе. Конечно, у них разные размеры изображения, размер поля зрения, но, пожалуй, формат у них один. Параметры именно? Параметры на самом деле соответствуют конкретно каждой обсерватории, потому что в зависимости от размера телескопа и в зависимости от фазы наблюдения всплеска, то есть в начале мы или в конце, нам нужно снимать более тусклый объект или более яркий. Для этого нужно каким-то образом варьировать экспозиции, каким-то образом варьировать их временное разрешение, то есть насколько снимаем сегодня, завтра, послезавтра. То есть на самом деле по параметрам, я думаю, что вот только в этом, в экспозициях поле зрения, ну, то есть масштаб изображения, соответственно, будет разный, а так, ну, фильтр может быть разный. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов больше нет, спасибо. Переходим к последнему докладу нашей Сейхи. Понимаю, будет Кирилл. Да. Найденкин. Найденкин. Так, я так понимаю, у меня 10 минут, поменьше, чем у других участников. Так, значит, наша работа посвящена классификации каталога ZTF, ну, вообще в целом классификации переменных звезд с помощью машинного обучения. Да, сразу стоит отметить, что работа связана с классификацией каталога ZTF. Это большой каталог, который связан с небесным обзором, который проводится на Калтехе. Вот-вот на этом слайде вы можете видеть основные параметры оборудования, которые использовались в представлении обзора. И вот базовую информацию по первому релизу, то есть в нашей работе мы пытались классифицировать звезды, переменные звезды из первого релиза ZTF DR1, данные которого были собраны в период с марта 2018 года по декабрь 2018 года. То есть они покрывают примерно 290 дней. Из таких важных аспектов данных ZTF содержит два фильтра, фотометры в двух фильтрах. И, соответственно, при анализе временных рядов по переменным звездам, то есть, как бы еще раз, основная информация, которая лежит в каталоге, это временные ряды по наблюдениям за большими кусками неба, вот на предыдущем слайде есть, опять же, покрытие каталога, вот. И, соответственно, вся информация, связанная с блеском, и, соответственно, информация для каждого объекта, она есть в обоих фильтрах. Но важно понимать, что фильтры издвинуты, ну, соответственно, наблюдение приводилось несколько в разные моменты времени, и вообще, собственно, фильтры разные, поэтому их просто так объединять нельзя для того, чтобы анализировать данные, нужно смотреть и анализировать все данные раздельно. Вот. Далее. Собственно, идея, основное исследование заключалось в том, что для машинного обучения, в частности, для обучения с учителем, нужно иметь некоторые уже размеченные данные. Вот в качестве размеченных данных мы взяли изначально каталог, общий каталог переменных звезд, в котором содержатся координаты с определенной точностью каждой переменной звезд и, соответственно, информация об их классе переменности. Вот. И, собственно, основная идея заключалась в том, чтобы провести кросс-матчинг или просто банальное соответствие по координатам между одним каталогом уже с размеченными данными, то есть это каталог ОКПЗ, общий каталог переменной звезд и каталог ZTF, которыми хотим исследовать. Вот основные параметры кросс-матчинга здесь приведены на слайде для того, чтобы при соответствии, при кросс-матчинге двух каталогов в запрос, один запрос, который присылался к серверу ZTF, попал только один объект, ну, либо нескольких объектов, но каждый из этих объектов будет соответствовать одному и тому же физическому объекту, ну, просто в разных фильтрах. Для этого необходимо было ставить очень маленький радиус. Радиус для запроса объекта, то есть как бы запрос посылается на сервер объекта с информацией, и нужно указать еще радиус поиска. Радиус нужен для того, чтобы нивелировать те поправки, те ошибки, которые содержатся в каждом каталоге, и чтобы один и тот же объект, он правильно скросс-матчинга, и чтобы в радиус, и чтобы в запрос не попали лишние объекты, либо просто он никуда-то не съехал, в общем-то, объект, который мы хотим, чтобы туда попал он, там был один. Вот. Таким образом мы провели поиск по 55 тысячам объектов переменных звезд из ОКПЗ, и, соответственно, нашли те же переменные звезды и временные ряды, которые им соответствуют в ZTF. Дальше мы привели небольшую фильтрацию, осеяли те объекты, которые содержат меньше 20 наблюдательных точек, и также, как я уже сказал в предыдущем слайде, мы разделяли информацию в одном фильтре и в другом, то есть делали однородные данные в обоих каналах, посмотрели их в разделе. Собственно, этап, который посвящен как раз подготовке модели для машинного обучения, заключался в разработке выделений признаков для того, чтобы можно было обучить нашу модель. Вот. Как можно было понять из многих исследований, которые были проведены на возможности автоматического поиска класса переменных звезд, то есть автоматической классификации переменных звезд, и в том числе на основе небольших исследований, которые мы провели по мере изучения данных, мы поняли, какие признаки играют основополагающую роль. То есть, ну, изначально для этого нужно было составить типовую карту, да, или просто посмотреть корреляцию, насколько каждый класс коррелирует с каким-то определенным признаком. Вот. И в качестве самых основополагающих признаков были выделены координаты, получается, пиков на периодограмме, которые на ломб старограмме, вернее, да, это не совсем периодограмма, которые были получены просто с использованием библиотечной функции периодограммы в астропае. То есть, весь код, вся модель и сопровождающая обработка данных, она производилась на питоне. Вот. Поэтому была загружена библиотечная функция для периодограммы и получены координаты всех пиков. То есть, это амплитуда и значение. Также из важных признаков были взяты амплитуды колебаний по звездной величины и несколько технических параметров, таких как тренд, вариация и так далее. То есть, признаков, как мы написали в статье, признаков было 17 в итоге выбрано, но, конечно, их можно, естественно, взять больше, но те, которые мы выбрали, по нашему мнению, ссылаясь на многие работы по этому направлению, мы их считаем наиболее значимыми. И, соответственно, мы также проводили тесты с другими признаками, и вот оказалось, что эти признаки наиболее значимы. Также очень важно заметить, что мы взяли только, мы выделили только несколько классов, которые нас интересуют. Это класс эпицепииды, это эрролиры, и это дельта счета, звезды типа дельта счета, переменные типа дельта счета. Также очень важно заметить, что мы делали именно, мы не делали мультиклассовую классификацию, а мы делали так называемую мультиклассовую классификацию для каждого из выбранных классов. То есть для каждого из классов, который нас интересует, мы делали классификацию один против всех. То есть мы смотрели на один, противопоставляли в нашем многомерном пространстве признаков, противопоставляли этот класс всем остальным. Мы также, как было отмечено в статье, мы очень долго работали над генерацией данных, потому что объектов не очень много, и после вот такой фильтрации по фильтрам оказалось, что звезд в каждом отдельном классе, который нас интересует, например, взять эфииды, их очень немного, порядка 100 штук. И поэтому для того, чтобы делать классификацию, хотим делать классификацию в англосо, то есть я хотел поставлять один класс своим остальным, нам необходимо сгенерировать выборку этого класса до какого-то нормального количества. При этом, скорее всего, нам потребуется, ну то есть в теории, скорее всего, нам потребуется уменьшать все остальные классы, то есть мы противопоставляем нашему классу, который нас интересует. Потому что в идеале нам нужна выборка, чтобы те объекты, которые нас интересуют, то есть назовем их положительные, они примерно сравнивались по количеству объектов в выборке с отрицательными. Поэтому нам необходимо было не только сгенерировать новые данные для интересующего у нас класса, в данном случае, цифид, но и уменьшить выбор по всем другим объектам, которые мы предоставляем этому классу. Генерацию мы проводили с помощью также довольно широко применяемого пакетного метода SMOD, то есть это synthetic minority resampling technique. И с помощью этих манипуляций с данными мы сгенерировали достаточное количество данных для того, чтобы запустить модель, для того, чтобы повысить точность и провести нормальную классику сертификацию всех звезд на, получается, в данном случае, цифиды и на не-цифиды. Вот результаты вы можете видеть здесь в таблице, и для цифид мы получили довольно высокие результаты, что в целом нельзя сказать про другие классы, потому что... Еще раз. Время. Да, 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 спасибо. Что нельзя сказать про другие классы, потому что все-таки других классов, которые я уже отметил, такие как, например, эролиры, эролиры, их было поменьше и немного менее хорошо кластеризуются в многомерном пространстве признаков, поэтому для них все сложнее, и поэтому мы решили концентрироваться на цифидах, потому что они более интересный объект для исследования, и вот получили такие результаты для цифии. Конечно, исследование очень довольно неполное, и в данном, в настоящий момент мы его продолжаем, подключаем новые каталоги, такие как, например, АТОС и обзор Каталины, для того, чтобы расширить выборку, имеется в виду натуральную выборку, и потом по ней еще можно было генерировать, сделать аргументацию, то есть провести генерацию искусственных данных, и, соответственно, использовать уже вот эту полную увеличенную выборку для того, чтобы решить ту же самую задачу, но уже с более хорошими и улучшенными данными. Вот, в целом это все. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Вел, есть ли вопросы к докладчику? Привешите мне? Да. Скажите, пожалуйста, вот я не специалист в вашей предметной области, но вот хочу понять, так сказать, насколько применимы машинное обучение для других предметных областях. И вот там читал, что главный недостаток, что это нет обоснования, то есть классификация какая-то получается, а где физика процессов-то, которые, так сказать, выходят в этой классификации? И вы не сказали ничего, цифры говорите, так сказать, да, нашли какие-то связи, но они могут быть совсем не связаны, так сказать, с какими-то физическими процессами. Что вы можете об этом сказать? Ну вот смотрите, про то, как мы проводили классификацию, вот описано вот здесь, сейчас, секунду, я тут чуть-чуть показать, это вот сказано здесь, это теми, ну как бы, допустим, метод классических случайных деревьев и XGBoost. Что это означает? То есть вот эти методы, они довольно хорошо интерпретируемы, то есть то, что вы сказали, это все-таки относится к нейронным сетям, потому что там действительно черный ящик, и мы не можем интерпретировать, в большинстве случаев, ну почти во всех случаях, связанных с нейронными сетями, мы не можем интерпретировать результаты, потому что мы как бы не знаем, как это черный ящик устроен, но мы не знаем, как получается данный конкретный результат по конкретному предсказанию. В данном случае модели, которые мы использовали, опять же, G-Boost и метод случайных деревьев, они довольно хорошо интерпретируются. То есть в данном случае у нас как бы алгоритм, который уже есть в библиотеке, он работает по следующему принципу. То есть он строит решающие деревья, так называемые, то есть он разворачивает некую сетку и для каждого признака, который мы выделили изначально, каждый признак он как бы закрывает и смотрит на предсказания по другим признакам. То есть это все, если не вдаваться в подробности, это все математически описывается, про это можно почитать, как это все описывается и можно отследить каждый конкретный результат. То есть если брать самую простую модель, которая очень близка к тому, что мы делали, можно просто решать МНК в многомерном случае, то есть находить, скажем, кривую, которая будет наиболее точная. Ну или, допустим, если мы говорим про классификацию, то мы ищем просто плоскости, гиперплоскости в многомерном пространстве, которые будут разделять наиболее оптимально, по заданной метрике, конечно, наиболее оптимально разделять точки. То есть так, чтобы расстояние, ну то есть эта плоскость должна располагаться так, чтобы расстояние было максимально до каждого класса. Вот, и в данном случае все довольно хорошо интерпретируется. И просто я об этом не сказал, потому что на это время у меня не было. А в целом нейронные сессии... Спасибо. Если вы можете сейчас продолжить дискуссию еще, сейчас просто завершим. Сессия завершена, был последний доклад восьмой секции. Секция. Следующая секция начнется уже через 7 минут. Да, коллеги. Да, значит, сейчас у нас короткий перерыв, к сожалению. Значит, но в 4 часа, опять же, начнется заключительная сессия диссертационного семинара. И мы подобрали доклады следующим образом. Сессия называется «Применение машинного обучения». В том числе один доклад экспериментной области астрономии и один по медицине. В соответствии с духом сегодняшнего дня. Поэтому я, как всегда, прошу старших коллег поприсутствовать на нашем диссертационном семинаре и поучаствовать в дискуссии, в обсуждении докладов студентов. Спасибо большое.